Друзья, многих интересует, каково же это ездить на заднеприводной BMW в зимний период времени. Сегодня как раз мы рассмотрим все режимы настройки автомобиля. На примере моего автомобиля BMW 318i мы испытаем. Первый режим это обычный режим, где включены все вспомогательные системы стабилизации. Второй режим это режим трекшн, где выключается наполовину система стабилизации. И третий режим это полностью выключается система стабилизации. Мы будем разгоняться, мы будем заходить в повороты, чтобы вы могли понять, как же ведет себя автомобиль в тех или иных режимах. Будем снимать на несколько камер, сзади будет ехать машина, которая будет показывать, заносят машину. Либо наоборот не дает заносить в том или ином режиме. И также будет камера стоять внутри в салоне, которая будет показывать, насколько тяжело или наоборот легко управлять автомобилем. Есть еще одна особенность. На всех автомобилях зимняя резина стоит разная. У меня тут зимняя резина стоит BF Goodrich от Michelin. Размер 225-55 R16. Шипованная резина. Покупал эту резину я в этом году. То есть резина новая, цепкая. Поэтому поведение автомобиля могут отличаться в зависимости от резины. Это первая часть видео по эксплуатации BMW F30 в зимний период времени. Второе видео я выпущу по эксплуатации BMW F30 в зимний период времени именно по городу. Я расскажу, как мне тяжело или наоборот легко парковаться в городе, во дворе. И как ездится мне вообще по улицам города Казани. Ну что, поехали. Начинаем. В режиме комфорт. Обычный режим. Стандартный. Мне кажется, многие даже не переключаются с этого режима. Я не пытаюсь показать мастерство автоспорта. Просто буду показывать режимы этого автомобиля. Сейчас встаем. У нас прямая дорога. Будем разгоняться до 100 км в час примерно. Обычный режим. Коробка на D. Педаль в пол. Обороты 2,5. Скидывает. Стабилизация срабатывает. Дорога заснеженная. 60 км в час. Машина едет ровно. Чуть-чуть подбрасывает, кстати, хоть и стабилизация. 100 км в час. В общем, машина едет ровно. Разгоняется не быстро. Сейчас то же самое. Сделаем в режиме трекшн. Одним нажатием я выключаю стабилизацию. Стабилизация у нас выключается одним нажатием не полностью. Выключается частично. То есть это вот как тут пишется. И считаю, это правильная формулировка. Оптимальная тяга при ограниченной стабилизации движения. Я именно в этом режиме как раз таки и катаюсь по городу. В зимний период времени. Потому что в обычном режиме по городу кататься не очень легко. Режим трекшн так называемый. Коробка на D. Педаль в пол. Мы видим, да? Маленько начинает заносить. Педаль в пол. 70. Стабилизация срабатывает. Отвлекся. Поэтому закидал чуть. 100. Ну тут видим. Разгон быстрее. Закидывает задок. Ну и управлять автомобилем не то, что сложно. Но уже приходится в некоторых случаях бороться. Трекшн. Едем педаль в пол. Видим обороты. 6000. Моргает стабилизация. Видите, опрокидывает задок. Но все равно выравнивает. Действительно, это оптимальная тяга. И вот, мне кажется, ездить обычному человеку, именно вот этот режим, как раз-таки, он самый лучший. Еще раз хочу показать режим трекшн. Потому что первый раз я отвлекся, и у меня машина завиляла. Трогаемся. Оборот 2,5. Опять вот задок завилял. 4000. Стабилизация моргает. 60 км в час. 5000 переключились. Видите, машина все равно виляет. Приходится подруливать машиной. Кнопку стабилизации удерживаем. Полностью выключили. Все. DSC OFF у нас появляется на экране. Давайте попробуем сейчас педаль в пол. Посмотрим, насколько будет машина шлифовать. Коробка, напомню, в обычном режиме. Поехали. Все. 4000 оборотов. 6000 переключились. 6000 переключились. Отпускаю газ, потому что уже машину управлять тяжело. Вот это самый опасный режим. Если вот на этом режиме ездить по городу, это просто самоубийство. Сейчас мы еще раз попробуем проехаться на этом режиме. Обратите внимание, самое опасное это бросить педаль газа, потому что теряется управление, когда ты бросаешь педаль газа. Стабилизация выключена. Трогаемся. С максимальным зацепом постараемся трогаться. Переключил уже на вторую, потому что газа отпустил чуть-чуть. Едем. Педаль все больше надавливаем. Видите, как уже тяжело управлять автомобилем. Сейчас я покажу на поворотах, как ведет себя автомобиль. Ставлю режим комфорт, обычный режим. Все стабилизации включены. Пытаемся на газах заехать поворот. Педаль в пол. Вот вы можете видеть, смотрите, 20 км в час, стабилизация моргает. Вот мы разгоняемся тихонечко. 40, оборот 4 тысячи, 5 тысяч сейчас. Но 70, видите, машина вроде бы орет, но не разгоняется. Покажу вам, как может машина развернуться на пятачке или не развернуться. Скорее всего, второе. Сейчас попытаемся резко заехать в поворот. Вот я виляю, педаль в пол. Видите, машина сразу выравнивает. 40 км, 50 км. Ну а сейчас попробуем сделать крутой разворот. С включенной стабилизацией. Педаль в пол. Заходим резко в поворот. Вы видите, да? Если даже у вас будет подруга ездить на этой машине, подруга или жена, все равно с включенной стабилизацией потерять управление, возможно, это и можно, но это будет сделать очень трудно. Я не могу говорить, что потерять управление с включенной стабилизацией, это невозможно. Жены и подруги способны на многое. Включая режим трекшн, попытаемся заехать в поворот. Педаль в пол. Педаль в пол. Мы видим, да? Дает занести задок, но не слишком сильно. Педаль в пол. 40 км. Все лучше цепляется, лучше. Даже задок наверняка чуть-чуть заносит. Видите? Машину выравнивает. 110 км. Здесь уже педаль в пол. Заехать будет труднее, но давайте попробуем. Видите, выравнивает. Выравнивает. Стабилизация моргает. Я чуть-чуть терно отпустил педаль газа. Психологически трудно держать педаль газа в таких условиях. Сейчас попробуем на разворот пойти. Педаль в пол. Давайте еще раз. Ну, в общем, поиграться можно. Ну, а сейчас мы вернемся к тому же повороту. Удержанием выключаем полностью стабилизацию. Все. ДСЦ-Офф пишет у нас на экране. Поставили на Д. Ну и поехали. Педаль в пол. Имейте в виду, друзья, на этом повороте в таком режиме держать нереально. То есть, может и реально, но я не смогу это сделать. Максимально нажимаю на газ, чтобы максимальный был зацеп. Видите, задок опрокидывает. В этом режиме, конечно, да, с машиной приходится бороться. Это прям реальная работа. И тут реально можно вспотеть, если так ездить долго. Держать газ до упора в таких поворотах, в таком режиме, это очень опасно. Ну и, конечно же, тут можно сделать легко эти повороты в таком режиме. На этом все, друзья. Это была езда по заснеженным дорогам на заднем приводе. А именно на BMW F30 318i. Я показал, в каких режимах, как ведет себя автомобиль. Будет вторая часть видео. Я буду показывать, как я паркуюсь на этом автомобиле. Как я выезжаю с парковок. Самый большой минус этого автомобиля, конечно же, это клиренс, а не задний привод. Почему многие говорят, что BMW на заднем приводе зимой, это просто кошмар? Я думаю, 90% людей даже не пользуются этой кнопкой. Кнопкой выключения стабилизации. Если ты не выключаешь стабилизацию, не стоишь в режим трекшн, ездить зимой на этом автовиде очень сложно. По крайней мере, по заснеженным дорогам. Ну, на этом все, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok